Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в игру Ега. Ну что же, в данный момент мы находимся в деревне и я хочу сбегать, знаете куда? К себе домой, потому что я еще ни разу сюда не забегал. Посмотрим, что у нас тут есть. Сейчас нет времени отдыхать, царь в ожидании. Взаимодействовать. Так. Хм. Я возьму с собой этот кусок руды. Возможно, она мне пригодится при изготовлении каких-нибудь вещей. Возможно, мне пригодится это колесо. Опачки. А что это у нас тут происходит? Импровизированный щит? Лучшая защита это нападение. Или был другой путь? Насчет пути я не уверен, но я хочу, знаете что сделать? Попробовать улучшить это колесо и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, начнем ковать. Смастерить, конечно же. Выбираем колесо телегии. Так. Выберем, пожалуй, серебряную руду, да? Нечистые существа это просто ненавидят. А сюда мы поставим с вами... Так, это не подойдет, я думаю. Горячий камень это не то. Вот. Давайте сделаем инструмент прочнее. Ну что, создаем. И посмотрим, что у нас получится. Ну. Блестящее колесо телеги. Хе. Ну что же. Надеюсь, оно нам пригодится. А знаешь, что меня интересует? Как он без руки, ребята, может вообще держать этот щит? Очень интересно. Так, ну что, вроде бы и все, да? Здесь больше никого нету. Здесь все пусто. Давайте, наверное, еще один кружок почета сделаем на дорожку, да? И будем отсюда выходить. Опачки. А тут что у нас такое? Очень жаль, пастух. Правда. Хм. А тут? Похоже, что вдова умерла от горя. Положите жерелье. Угу. Ну, по большому счету, здесь ничего не происходит. Мы с вами тупо вздыхаем. Ну, получается, что все здесь делать больше нечего. Давай-ка я еще раз перепроверю. Очень жаль, пастух. Правда. Ну, это мы уже читали. Да. Тут тишина гробовая. Поэтому пора отсюда сваливать. Меня немножко, знаешь, что расстраивает? У нас очень много невезения накопилось. А это означает, что лихо может в любую минуту прийти и сломать мне оружие. В самый, как говорится, неподходящий момент. Так. Ну что же, мы с вами проснулись. Птичка прилетела. Ковать я ничего не буду. У меня и так всего хватает. Иван выглядит обеспокоен. Куда он сейчас идет? А идем мы как раз к бабе-яге. В какое время суток? Ну, я думаю, что... Так. По утренней России он может дольше продолжать свой путь. Так. Это удары сильнее и враги слабее всего. Да, мы будем выдвигаться с вами вечерком. Это для нас самое оптимальное, я думаю. А лихо ищет тебя? Ну, конечно. Как же я без него-то? Ночь приближается. Невыносимая жара. Опачки. И первый клиент у нас тут. Хех. Здравствуй, друг мой путник. Тебе повезло. Перед тобой телепат. Тебе стоит воспользоваться случаем. Телепат? Ты? Да, это так. Я могу доказать это прямо сейчас. Задумай слово, и я прочитаю твои мысли. Что еще за телепат? Так, у нас выборы есть, да? Но все плохие, кроме первого. Давайте, наверное, думать о книгах. Готово. О чем я подумал? Ты подумал о золоте. Нет, ребята. Конечно же нет. Боюсь, тебе нужно попрактиковаться еще. О, мои братья были правы. Я всего лишь обманщик. Скажи им, что они были правы. Я скорее сгорю со стыда, чем признаю это. Если увидишь их, расскажи о нашей встрече. Они где-то неподалеку. Вот тебе несколько копеек за помощь. Это было очень мило с его стороны раскошелиться своими пятнадцатью кровными копейками. Ну что ж, я постараюсь его не подвести. Так, у нас очередной бой. Я смотрю, тут три кикиморы. Полевики. Ну как обычно, шерешни. В общем, все дела. Так, как меня бесят они, а? Вот это, что они могут замедлять, отравлять и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой. Прессинг пошел жесткий. Так, давайте-ка мы с вами возьмем немножко другой молот. Так, вот этот, да, у нас бомбит молниями. Иначе меня тут сейчас распишут по полной программе. Ну-ка, проверим. Ну вот, совсем другое дело. Так, если бы я еще попадал бы, цены бы не было бы. Так, шикарно. Ну давай, давай, давай. Главное, чтобы лихо это одноглазое не появилось. Так. Ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Давайте-ка быстренько попробуем сменить. Надеюсь, не сломает. Ваш молот сломан. Так, подождите, друзья мои. Вот смотри, да, я ведь все-таки убирал молоток из рук. И она все равно ломает. Ну как так может быть? Так, давайте-ка я обратно все поставлю на место, что мы с вами убирали. Так. Причудливое перо. Восстанавливаем выносливость быстрее. Так, черного копыта и скользкий плавник. Да, сломала она мне все-таки молот Перуна. Это плохо. Потому что теперь я не смогу молниями бомбить. Воу. Так, тихо. Какие-то чумные летучие мыши здесь, да, у меня? Ну-ка, а что они такие жесткие-то, а? Ты посмотри. Их просто так нахрапом не взять. Ну иди сюда. Иди, иди, иди. Так. Что он там орет еще, да? Горлопанка. Так, ну, блин. Ребят, знаете, что я подумал? Мы, наверное, с вами будем сокращать серии. А знаете, за счет чего? За счет вот этой вот беготни. Потому что бегать здесь очень много. А когда я буду уже видосик подготавливать к выпуску, я буду просто урезать все это. Оставлять самые такие главные моменты, да? Так, там у нас сундук, я смотрю. И две дорожки. Вверх и налево. Так, ну, сюда, естественно, нам... Ага. Мне нужен другой инструмент. Так, вилы. Надежные цепные вилы. Так, перескакиваем. Ломаем. И нам достаются монетки. Очень много монеток. Дурной глаз. Рука призрака. Зачем это мне все? Продолжаем нашу эпопею. Так, ну что? Опять, ребята. Ай. Кикимры, ладно. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Слушай, ну, когда вот так вот маленькое пространство, и по нему еще тут нужно бегать, уворачиваться, это не есть гуд на самом деле. И молот, конечно, у меня не особо хороший. Так. Минус одна. Так, тихо уворачиваемся. Да чтоб тебя. Так, минус вторая. И последняя кикимра. Вот так вот. Чтобы было ей неповадно. Части тела. Так, тут у нас... Острею стрелы. Надеюсь, мы с вами правильно идем, да? Попробую, знаете, что сделать? Вот этот вот камень отодвинуть. А вдруг получится? Хотя, камни, которые мы с вами можем двигать, они обозначены царапинами. А этот у нас просто обычный. Так что бесполезно. Что опять? Опа, опа, опачки. Всякие тут чудаки бегают. Так, еще и кикимора. Да че ж вы такие шустрые-то? Че ж вы такие быстрые-то, а? Аглоеды вы несчастные. И валунами по мне бросаются, да? И копья в меня бросают. Что ж ты будешь делать? Слушайте, ну, по-моему, этот молот вообще ерунда полнейшая. Я не могу... Ох, сейчас, ребята, по-моему, я дуплюсь. Так, у меня вообще хлеб-то есть? Есть. Фу, живем еще. Мы еще с вами живем. Так, ну. Часть тела, это все понятно. Не нравится мне этот молот. Серьезно тебе говорю. Он очень слабенький. И к тому же мы с вами здесь воевали зря. Тут потому что тупик. Так, я ничего тут не пропустил? Нет, все нормально. Ой, дай-ка я поставлю себе, наверное, вот этот вот везучий молот. Может быть, с ним как-то будет попроще, но потому что тот вообще не алло. Ага, очередная заварушка. Так, два чувака, которые бросают камни. Две кикиморы и один психопат. Два психопата. Понял. Так, давайте-ка мы отсюда будем убегать. Слушай, мне бы, знаешь что, желательно бы их как-то в кучу всех собрать. Ну, кикиморы, понятно, они не встанут, они с места бомбят. Причем без остановки. Так, еще и эти валуны свои бросают. Охламоны. Кто они вообще такие, а? Что это за монстры такие? Я не пойму. Так, кикиморы, ну-ка. А-а-а-а. Хе-хе. По-моему, ее свой же и подбил. Так, тихо, тихо, не надо меня замедлять. А вот этот вот с тисточком-то быстрый парень. Ты посмотри, как он... Ой-ой-ой, что такое, ребят? Застрял я в этих кольях там. Так, ну, подходи, подходи. Ай, промахнулся еще, е-мое. Слушай, кикимор, ты меня уже достал. Вот серьезно говорю. Есть. Ну, все, теперь будет мне немножко попроще. Так, этих попробуем разобрать. Так, а этот валун свой хочет бросить, да? Хе-хе. Да что ты будешь делать-то? Вот, представь, да? Находишься ты в поле. Бросаешь, предположим, молот. А молот твой не летит, потому что оно врезается в цветочек. Нормуль? Хе-хе. Как вам такой расклад? Видимо, цветочки тут очень прочные, да? Что молот просто не может пролететь. Так, ну что? А, я понял, ребята, что они вот так вот красненьким подсвечиваются. Это у них кровотечение идет. Ну-ка. Отлично. Да, я вижу, у него, ребята, там кровь хлыщет просто-напросто. Ну что ж, подбили, справились. Другого варианта здесь и быть не могло. И опять же, мы с вами, я так понимаю, забежали в тупик. Ничего здесь прекрасного и хорошего для нас нету. Давай тогда в эту сторону побежим. Так. Хлебушек-то у меня закончился. О, друзья мои, это... Это плохо на самом деле. Не знаю, насколько винишко мне поможет. Поехали. Опа. Не понял. Секундочку. А... Ты кто такая? Блин, она попадает по мне или... Так, ну-ка давай. Бомбить ее. По идее, в принципе, ребята, она очень легкая. Ну, смотрите, она просто бросает какие-то копья, да? Пока со здоровьем у меня нормуль. А мы в ответочку. Так, остается лишь добить ее. Так. Что она делает? Тихо-тихо-тихо, не надо. Фига, она на качельках, оказывается, да, катается? Друзья мои, у меня со здоровьем вообще кисло все. Давай уж налево. Так, у меня будет выбор. Давай-давай, бабуля. Дай мне выбор. Да, я не готов сдаваться. Так, это мой последний шанс. Кто ты такая? Вообще, не могу понять. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что-то она тут разбегалась. Так, подловить надо. Шикарно. Слушайте, друзья мои, я так и не понял, кто это была. Откуда она взялась. Ну, ящик она мне подогнала, да? С монетками. Ну что, прямиком к бабушке Еге или нет? Да. Избушка на курьих ножках, хотя я вижу только одну ногу. Так, шесть монеток. Так, бронзовая руда, отлично. Ну что же, пойдемте перетрищим с бабуленькой и посмотрим, что она нам скажет. Дорогой мой Иван, я смотрю, ты вернулся снова. Интересно, что принес мне в этот раз такого? У меня есть еще подарки, добытые с огромным трудом. Хвост белой коровы и немного испорченного зерна. Какие деликатесы. Я оскорблю это своим воронам, а теперь рассказываю о своих бедах. Ну-ка, погоди, отгадаю я. Еще больше неприятностей теперь у тебя. Хм. Новое задание. Еще одно задание теперь у меня. Прошу, помоги. Нужна подсказка твоя. Старания мои не оценили и тут. Теперь с водой молодильной. Найти мне нужно сосуд. Говорил о словам царя, верить не смей, ведь душа у него смолы черной темней. Этот злодей, как всегда, будет жить, чтобы обидеть кого и просто забыть. А что мне делать? Я проявлю доброту и скажу тебе, куда пойти и что сделать. Хм. Откуда мне начать? Это неподалеку? Это неподалеку. Но местность там болотистая. Путь твой лежит в болотистой даре, где живут только жабы и мокрые твари. Самая старая из них в торфяном болоте обитает. А мани ее, взяв то, что она охраняет. Хм. Что я должен найти? Что принести? Мне велишь ты. Болото скрывает источник воды. Ты там фонтан найдешь древней очень. Волшебной, холодной и чистой водой убьет он из почвы. Обладатель воды сей, чистой кристальной. Сохранит свежесть, внимание и молодость мыслей своих идеально. Хм. Так, ну что, ребята? Все, мне пора. Очень нужно спешить. Встретимся там. Как только эту задачу ты сможешь решить. Но прежде чем отправиться в руки опасности, хочешь чар колдовских для себя. Теперь ступай, дорогой кузнец. Поработай своей крепкой рукой. Или тебе нужны чары колдовские. Может приворот? Хм. Так, понятно, ребята. Это за скромную плату она сможет сделать мне дубликат. Это мне не нужно, конечно же. К тому же, у меня ничего такого и нету. Так, все, бабуля, все, хорош. Спасибо тебе за подсказку. Удружила. Ничего не могу сказать. В общем, отправляемся с вами в болотистые местности. Лично мне интересно посмотреть, что нас тут будет ожидать. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? Из всех возможных мест молодильная вода почему-то находится на болоте. Чтобы найти ее, Ивану придется преодолеть сырые болота. Так, в какое время суток? Ну, на восходе солнца по утренней рассе он может дольше продолжать свой путь. Это понятно. Так, в полдень у нас удары становятся сильнее. Пойдем, конечно же, вечером. Враги слабее всего. Использование магии и благословений медленно увеличивает невезение. Вот почему так происходит, я не знаю. Эй. Игруля. Ты что, зависла, что ли? А нет, все нормуль. Иван добрался и в зловонном месте оказался. Что уготовлена судьбой ему в этом болоте. Болота. Болота. Страх среди крестьян. Болота. Пропали многие среди лягушек. Если собаки, овцы там, никто не выберется из гущи. Живет там водник со своей семьей. Людей он не любит и боятся. Но посещает их десятки мужиков. Когда на поиски сокровищ нужно отправляться. Что выбрать нужно кузнецу? Добрых людей или болота? Станет на сторону людей? Или гостем он останется с заботой? У меня выбор получается, да, здесь? Ну что ж, давайте смотреть. Так, Ванюша. Подъем, подъем. Ночь приближается к тому же. Здесь так сыро. Ну так, естественно, мы на болоте. Так. Ого. Это кто у нас? Лягушки что ли, да? Хе. Ну, своего рода, да. Ну-ка, давай-ка повеси. Ох ты. Не надо плеваться, пожалуйста. Не надо. Ах, они еще и в разнобойку, да? Ладно. Допрыгалась. Отродье. И ничего здесь нету. Печалька. Так, давай-ка мы прошуршим территорию. Опять драка будет, да? По ходу дела. Так, надо подготовиться к этому моменту. Хлебушек. Снарядим. Потому что, ну, мало ли чего, ребят, придется нам подкрепиться. Ух, как бумкнуло. Это кто такие у нас? Хе-хе. Что это за маленькие лешие? Так, тихо. Там наверху еще одна жаба, да, прыгает? Довольная такая. Ну, сейчас мы ей взбучку-то сделаем быстренько. Скользкий плавник я нашел. Опять же, это ингредиент для крафта. Слушай, ну, по крайней мере, они легенькие. Ядовитый пузырек. Так, мы, наверное, можем делать отравляющее оружие. Так, сундучок без присмотра. Хм, подозрительно. Так, ну, тут одни монетки, да? Медная руда, полинка и монетки. Так, опять. Ну, давай. Ух ты. Смотрите, ребят, какой ящер тут болотный. Ну, тоже легенький. Так, погоди-ка, тут какие-то пучеглазики у нас ползают. Не понял я. Погоди-ка секунду. А это что у нас? Не уничтожается, что ли? Да ладно. Она что, бесконечно будет плодить вот этих вот пучеглазиков? Нет, такого быть не может. Есть. Хе. Все-таки можно подбить. Так, ящер, отойди от меня. Ну-ка, давай-ка попробуем подловить. Шикарно. Так, что они делают? Они, друзья мои, прыгают, да? У них щиты, копья. Ну, это даже не ящеры. Это какие-то действительно болотники. Ну-ка, давай-ка. А им пофиг. Ты понял? Наверное, из-за того, что у них в руках есть щиты. И они могут отражать мои удары. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Будем сейчас их молниями бомбить. Всех. Айдь. Не долетел. Да что ты будешь делать-то, Ванюша? Ну, вот совсем другое дело. Твою ж налево. Почему такой... Бросок у тебя хиленький, э, Ваня? Давай, прекращай шутить. Да я не могу... Слушай, по-моему, друзья мои, это не бросок у меня маленький. А они действительно отражают удары своим щитом. Ой, меня оглушили. В первый раз за всю игру. Значит, все-таки могут здесь оглушать. Нормуль. Разобрались с ними. Так, монетка, части тела. И здесь у нас опять же тупик. Ну что же, пойдем, наверное, тогда с вами в левую сторону. Так, тут большая площадь у нас. Слушай, сколько тут драк-то, елки-палки. Эй, какие-то опять новые существа. Смотрите. Что он там на себя надел, а? Ахламон этот. Сзади копье, что ли, у него там торчит? Я, честно говоря, так и не понял. Так, вверх можно пойти, да? И вниз. Главное не забыть. И не потеряться. Опять драка, да? Ой, друзья мои, сколько же тут вот этих вот драк, а? Действительно, нам придется, наверное, все-таки урезать видосики. Потому что, ну, припаримся мы тут бегать. Единственное, что мне интересно посмотреть, какие здесь будут всякие разные твари. Так, части тела. Это все понятно. Опять у нас тут тупик. Никуда мы пройти не можем. Ну что, остается только лишь вниз отправиться нам. Там вниз была дорожка. Я, если честно, уже запутался. Где мы были, где не были. Так, у нас тут впереди что-то. Ага. Но тут только наверх. Это понятно. О, звездочка. Неужели какой-то НПС? Это кто еще такой? Хе-хе. Что ты делаешь на болотах, кознец? Ищу молодельную воду. Что, опять? Ты сгинешь вслед за остальными? Это свихнувшийся поп скажет, что болото и тебя поглотило. Так не пойдет. Хм. Опять? Здесь до меня уже кто-то был? И сколько же их было? Старики и старухи. Их пугает отражение в зеркале. А от хруста суставов душа уходит в пятки. Они приходят на мое болото в поисках молодости и торчат здесь, чтобы я им не говорил. Ммм. Какой поп? Тот безумец, который пытается очистить мое болото своими ритуалами. Так, друзья мои. Что происходит с людьми, которые сюда попали? А как ты думаешь? Они не могут найти обратную дорогу, а потом тонут или умирают с голоду. Или их сжирают. А другие сходят с ума. Как тот поп. Угу. Так есть у тебя молодельная вода или нет? Ты не понимаешь. Молодельная вода не предназначена для людей. Она должна оставаться здесь, в болоте. Ох, ёлки-то-палки. Ну давай дурачим, наверное. Что ж, можно попробовать. Убедить их, что у тебя больше нет воды. Ха-ха-ха-ха. Ты, правда, не такой, как они. С тобой гораздо веселее. Могу тебе кое-что предложить. Как насчет такой идей? Я дам тебе испорченную воду. Действия у нее не такой сильные, как у настоящей. Но достаточно сильные, чтобы одурачить любого человека. Я слушаю. Обязательное условие. Ты должен избавиться от этого сумасшедшего попа, который нарушает мир на болоте. У нас есть варианты ответов. Так. Ну я думаю, что четвертое это самое оптимальное. Я принимаю твое предложение. И я возьму воду и помогу тебе избавиться от попа. Пожалуй, это в любом случае стоит сделать. Сначала прогони попа, а воду получишь потом. Ага. А поп у нас, наверное, будет здесь, наверху. Так, друзья мои. Снарядим, потому что у нас невезения очень много. Ага, вот и поп. О нет, бедолага. Тебе тоже болото задурили голову? Почему? Давай, наверное, третий вариант ответа. Живущие здесь существа сказали мне, что твое присутствие их беспокоит. Тебе лучше уйти. Пропащая душа. Ты, видать, совсем рехнулся. Разве ты не знаешь, что идешь по проклятой земле? Хватит болтать. Старый водник мне все тебе рассказал. Ты нарушаешь покой обитающих здесь созданий. Подкупить. Пожалуй, тебе стоит сходить за серебряными цепями и свечами. Бери деньги и иди покупай то, что я перечислил. Хм, твои слова мудрые. Благодарю тебя за службу вере. На эти деньги я куплю серебро и пару новых свечек. Так, то есть мы справились, да, с этим заданием? А ну-ка, пойдемте-ка быстренько с бегом к воднику. Надеюсь, он согласится с таким поступком. Ты убедил этого безумца уйти? Так, он ушел. Настоящая вода. Он больше вас не побеспокоит. А теперь, пожалуйста, отдай мне воду, о которой была речь. Она не слишком чистая. Но кое-какими волшебными свойствами обладает. И для царя этого будет достаточно. Вот то, что тебе нужно, кузнец. Иди по дороге, что уходит мне за спину. И так ты выберешься из болота. Ну, это понятно, друзья мои. Там выход. Слушай, давайте-ка быстренько с вами пробежимся. Может быть, я где-то что-то пропустил. Ну, а если все облазили, конечно же, мы будем с вами выходить отсюда. Опачки, звездочка. Это хорошо. Не подсобишь ли своей силой в одном деле, добрый молодец? Зачем тебе это? Здесь неподалеку есть черная яма, ведущая к самому сатане. Рядом с ней лежит валун. Будь добр, накрой яму валуном. Хм. И я никогда не откажу нуждающимся в помощи старику. Все сделаю в два счета. Берегись бесовских голосов из ямы. Тебя попытаются одурачить. Не слушай их. Так, это что-то уже интересное. Яма. Наверху кто-то есть? Прошу, помогите. Хм. Чего тебе надо, внабес? Я накрою яму, бес. Скажи что-нибудь мудрое напоследок. Я не бес. Я жена этого старого дурака. На днях он столкнул меня в яму. Хм. Зачем ему понадобилось это делать? Ты меня пытаешься одурачить? Ну, на медне я его совсем извела придирками. И все же, я не заслуживаю такой ужасной смерти. Освободи меня. Не то прокляну. Да что ж вы все со своим проклятием-то, а? Ладно, давайте поможем. Протянуть руку. Какая ужасная участь. Хватайся за мою руку. Точно человек. Ха. Я сделаю жизнь этого дурака еще более невыносимой. Погоди. Я с ним разберусь. Он еще пожалеет, что сам не оказался внизу. Я здесь посижу. Передохну. Это жена старика. Так, секунду, ребята. Тогда пойдем разбираться со стариком. Зачем он это сделал? Парень, ты накрыл яму? Так, я этого не сделал. Яму я не накрыл, зато твою жену спас. Я подумаю сообщить об этом страже. Пожалуйста, не надо никому говорить. Она была совершенно невыносима. Так, секунду. А в чем прикол? Ну, это мы уже с вами читали. Так, она здесь посидит, передохнет. Хм. Значит, я не выполнил, получается, задание, да? И тут то же самое. Слушай, друзья, ну я не знаю. Может быть, надо было, конечно, и накрыть яму. Ну, тогда бы мы... Человека убили бы. Ладно. Пойдемте бегать дальше. Может быть, что-нибудь еще найдем. Так, вот тут я вижу потемнение. Но мне кажется, здесь будут уже просто бои. Так и есть, да? О, нет, 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 нет. Секунду-секунду. Чего? Друзья мои, она мне там... Дров поналомала. Вы видели? Она мне все артефакты... Переломала. Ты понял? Вот так вот. Она ломает не только молот. Учтите так. Смотрите-ка внизу, звездочка. Видите, что она сделала? Так, давайте тогда что-нибудь поставим, если найдется у нас что-нибудь. Так, золотой клевер. Хм, ну давай оденем. Так, а это у нас мутная молодильная вода. Это понятно. Хвост черной кошки. В несчастье? Нет, что-то мне не совсем устраивает такой вариант. Погоди-ка, а где НПС? Взаимодействовать. Кажется, это место заброшенное, и никто не охраняет сундук. Так, отмычка. Разбить замок. Оставить его. Давай, наверное, отмычку. Давай посмотрим. Игла сломана. Так, так, что у нас тут? Прошу свои извинения, я увидел, что это здание заброшено, и я... И что ты, подумал, что можешь тут поживиться? Ну, я... Да-да, хотел просто извлечь выгоду. А почему бы и нет? Как и эти в доме, кучка лентяев, ленивые с головы до ног. Домовой, приберись в доме. Домовой, принеси нам еды. Домовой, потуши огонь, или мы сгорим заживо. И вот... Ой. Убийца. Давай. Убийца, ты охотно позволил невинным людям погибнуть? Я? Их погубила собственная лень. Здоровье домового зависит от здоровья дома. Если одному плохо, то и другому тоже. Я изо всех сил пытался потушить пожар, но только взгляни на меня. От меня никакого проку, как и не было от них. Хм. Оставим сундук, наверное, мы с вами. Понимаю. Это самое неблагоприятное событие, и я больше не побеспокую тебя. По крайней мере, ты знаешь, что для тебя лучше. Ага. И все, да, на этом? Дымовой такой недовольный. Ну, он остался без дома. Да, он позволил сжечь хозяевам дом. Да, они, правда, сами погибли. Но Домовой-то теперь все будет охранять свои вот эти вот пепелища. Ладно, друзья, будем с вами выходить, потому что, по-моему, мы уже с вами тут все оббежали. Самое главное, что молодильная вода у нас есть. Да, пускай мутная, но тем не менее. Так, это что у нас здесь такое? Молодец. Дорогой Иван, ты нашел источник? Но какой же он грязный и пахнет хуже воды проточной. Но царю все равно, он ослеплен властью, поэтому скорее выпьет грязи с дикой страстью. Прощай, Иван, я улетаю прочь, но сначала порекомендую тебе одну прекрасную дочь. Несомненно, мы встретимся снова. Я найду у тебя белок, когда все будет готово. Угу, дочь какую-то она мне порекомендует. Что-то новенькое. Ну что, ребятушки, нам, по-моему, пора с вами отправляться к царю. Судьба Ивана зависит от его выбора. Ага, мы получили с вами уровень, да? Ну что ж, давайте выберем что-нибудь. Так, зло должно пасть. Вносливость восстанавливается, когда вы убиваете нечистые существа. Никто не может идти против добродетели. Ну, с вилами я не хочу связываться. Я чувствую себя сильным, как медведь. Это медвежьи лапы. Нет, давай вот это вот, зло должно пасть. Это, я думаю, лучше для нас. Так, ну что, Ванюша, ты проснулся. Молодец. Хлебушек мы подобрали. Это дорога домой. Да, мы зайдем ненадолго. Буквально перетрещать с царем. Отдать ему воду и посмотреть, что дальше будет. Не будь глупым. Стараемся. Так. Амида. Так, волшебство. Давай, давай, родная. Покажи. Ага. А я, честно говоря, думал, что мы сможем с вами пузырек с водой молодильной размножить. Но, видимо, не получится. К сожалению. Ладно, тогда это все бесполезно. Так, бабулечка стоит. Ох, дорогой мой мальчик, взгляни на себя. Ты явно не доедаешь. Как же ты сможешь найти себе жену, когда ты так выглядишь? Никому не нужен костлявый муж. Возьми этот хлеб. Свежиспеченный. Спасибо, бабуля. Счастливого пути, дорогой. Ну что же, бабушка нам подкинула хлебец. А я двигаюсь к царю. Ну что, выпьет он воду или нет? Как думаете? Сейчас проверим. Ты снова вернулся? Я же велел тебе не возвращаться без сосуда с молодильной водой. Стража, отвезти его к камню. Хм. Так, ну что, второй вариант. Согласно законам, необходимо пройти испытание. К тому же я выполнил твое указание. Как? Покажи сосуд с молодильной водой. Так, ну... Давай отдадим подделку. Ну что ты опять нюхаешь там все, а? Нюхает он. Сосуд с грязью? И это ты называешь молодильной водой? Эта вода сделает твою голову ясной, и ты обретешь силу воли, которая поможет справиться с любыми трудностями. Испив воды молодильной, ты как будто родишься заново. Постой. Ты прав. Я что-то чувствую. Я чувствую себя молодым. И голова моя стала светлой. Ну проклятье. Иван, ты прекрасно справился с заданием, но мне нужно кое-что еще. Вот еще одно задание. Справишься с ним, и оно будет последним для тебя в этом мироздании. За девятью морями, за девятью горами найди для меня самую прекрасную жену, и приведи ее мне. Ах ты жулик, а? Ладно. Так, давай-ка вот этот вот вариантик. Ну, где мне найти такую? Иди полями большими, иди топями лесными. Ищи хоть на краю света. Понятно. Он сам не знает где. Ладно, четвертый вариант. Берем. Что сказать? Похоже, спорить тут бесполезно. А теперь отправляйся в путь. Найди мне жену, краше самого солнца, и только тогда ты сможешь вернуться обратно. Вот мелкий прыщ, да? Друзья мои. Царь, царь, елки-палки. И у нас деревня. С населением в три человека, е-мое. Давно бы уже свергли бы его. Я же обещала тебе вновь появиться. Поведай мне о своем новом задании. Помощь моя пригодится. Жена? Жену найти мне нужна. Красота, которой солнце подобно. За три-девять земель, и сердце ее должно быть свободно. Нет ничего проще, чем найти такую невесту. Поведаю тебе, где ее найти. Но не близко это место. Зовут ее Моревна. Для близких она Мария. Но чтобы ее найти через лед и пламя, тебе предстоит пройти. Путь твой лежит через замерзшие вершины и леса, где многие встретили свою смерть и отправились на небеса. Угу. Лед и пламя. Эх, бабушка, бабушка. Счастливого пути, дорогой. А что, хлебушек не дашь мне? Жаль, очень жаль. Приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Хм. А хватит ли у меня денежек на это все? Давай посмотрим. Не, друзья мои, я... полностью на нуле. Трубоводника, железные когти и медная руда. Ну, это мне, в принципе, и не нужно все. Ну что, друзья мои, как вы поняли, да, мое путешествие начинается в поисках жены для царя. Для этого пройдохи. Ну, этим мы, наверное, займемся уже в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...